салют чуваки с вами кит возвращаемся в наше прохождение за вассала в mountain blade 2 блин кстати сужали то окошечко нельзя немножечко переместить она прям вообще не в кассу как по мне ну ладно все это мелочи нашли мы тут армию вландийцев как раз таки я продолжил сла я продолжил сразу после предыдущей серии боже я уже запинаюсь потрясающе ну вот нашли армию вландийцев и сейчас быстренько их воткнем а после этого сразу же пойдем на поиски новой жены думаю мне стоит еще порыскать среди других культур хороших боевых таких дам хотя я не всех в принципе дам обыскал вообще среди даже тех же ботанцев минимально но в общем я после этой битвы поищу и мы за кого-нибудь возьмемся только пожалуй в этот раз мы пойдем не к самой даме а к лидеру фракции сразу попробуем поболтать таким вот образом возможно это будет успешней господи как это было больно вы это видите вы это видите потрясающе я конечно с помощью моды ртс камеры могу кого-то под управление себе взять но пожалуй не стану это было прям фиаско но я забыл что меня нет с собой щита я пошел думал типа постреляю немножко по этот по издеваюсь над противником и потом уже подоспеет наша армия но чё-то я переоценил свои силы и пал смертью храбрых что довольно таки печально нашел я в принципе все подходящую жену правда она из тургов но думаю это мелочи давайте посмотрим смысле кого я желаю обучить а то есть нужно сначала все равно поговорить с ней да то есть только так ну слушайте довольно таки плачево ну ладно выбрал я сегу не довольно таки неплохие таланты то есть тактики в лидерстве в управлении на прям вообще отличная так сега кстати где-то здесь видимо она все еще в армии находится красота кстати идеально будет осталось лишь догнать в долбанную армию двигаться не на удивление быстро для армии в 1000 человек и догнать их не еле их догнал что давайте поболтаем сигой обсудим что я ваш горячий поклонник мы распакиваем множество предложений в список увидите вас позже ну то есть да опять нужно будет ждать несколько дней чтобы с ней поговорить и надеяться на то что я снова не облажаюсь вы не представляете как мне повезло что я заглянул в энциклопедию и узнал что вон той даме забыл как ее зовут который мы только что подкатывали ей блин 48 лет и как вы понимаете детей с ней не заведешь поэтому я решил перейти к с вами вновь довольно таки неплохой вариант в принципе не идеальный но все же связать вас мы в браке да 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 надо будет с ней поговорить через пару дней ну что ж погнали это будет больно отлично успех прекрасный мир для лято поля так для меня большая часть отлично ну и последнее пожалуй вот это отлично свана прям идеально все залетело я рад осталось поднажать прийти к ней еще через днем другой и пройти еще так сказать то есть из двух вопросов остало время последнего испытания правда почему-то у нее здесь три точки вновь хотя должно было быть 2 мы набрали один из трех чтобы добиться успеха в попытке убеждения это я понял так из 59 где харизма на нейтралке расчет у нас плохой либо шанс двойного успеха видите тут 41 процент ну давай рискнем до критический успех все залетела да думаю будет честью принять мое предложение так тверния говорят вали году ну и договаривайся с ним великолепно прям лучше чем я мог даже себе представить так ладно году турге так вот здесь вот здесь году нас в диатме у северных имперцев чем делать а он его осаждает ну окей то есть осталось метнуться году но с ним договориться думаю цена вопрос будет даже меньше десяти тысяч и мы получим долгожданную жену декларация мира ботания и в ланде заключили мир то есть я мог в принципе или иенусе захомутать подождал но такое вот я не терпеливый да и тем более я не наверху все эти договоры дурацкие вернее все эти убеждения они всегда у меня сидели в печенках вы даже не представляете сколько лордов я в свое время про фукал но в плане того чтобы они ко мне присоединились тупо из-за критических ошибок и прочей хрени которая случалась на 90 плюс шансов то есть дичь полнейшая кажется году на мы с вами не скоро увидим ну что шла на подожду куда он исчезнет и попытаюсь как-то его выцепить других вариантов я в принципе не вижу что северных имперцев здесь просто жопой жует так что видео придется вернуться в северные земли и надеяться что где-нибудь там его отпустит в подворотне я смогу с ним спокойно поболтать и наконец-таки договориться не знаю если честно смешно это или нет но году на я очень долго и стрел ждал пока его освободят из крепости его освободили это падла потерялась в итоге я искал его типа он он только появляется и бам ботания объявляет войну с турги не ну не заподляли и вот пока я пытался как-то окольными путями добраться до него все же как-то с ним поговорить что вы думаете произошло у меня закончились деньги от слова совсем и вот я сейчас реально нуле теряю мораль из-за того что не могу заплатить зарплату своим долбаным работничкам мой клан в полной заднице потому что как бы нет у меня ни кузнеца нифига содержать даже эту армию не могу потому что я плачу 500 за вами 500 за гарнизон и чё-то около 400 я плачу еще дань которую искать который платит ботания другим королевством одна из которых западной империи там чуть ли не 4000 то есть на реально огромные деньги вот такая вот фигня дамы и господа и вот я решил столкнуться с первым встречным поперечным у него вроде как не сильно армия решил что мы сможем им навтыкать так или иначе как-нибудь такие вот дела вот поэтому я здесь с ними столкнулся отходим теми ребятками будете у нас стеной щитов так как близко эти ребята к вам достаточно близко отходим вот сюда лучники 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 вы должны отходить а вы должны стоять на своем давай 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 так кавалерия наш счет там пытается ковыряется вот хорошо неплохо уж точно ладно так отходим кавалерист какой-то назойливый как бы прикол в том что блин никто нажал мои пешки должны были как бы пойти все зарешать и лучников не должны были подставлять вместо этого сдохли пешки сдохли все не удержал в общем я тут немножечко позиции своей и я оказался в жопе лучники немножко пытаются конечно но кавалеристов у них что-то многовато мои затерялись где-то пучине в бездне мародер откуда у них вообще взялся то есть смех вернее остатки моих лучников которые еще не сбежали скорее всего эти сраные верблюды затыкают до смерти своими палочками это конечно непруха так непруха скажу я вам у меня косты еще ковыряли я даже не заметил ну ну как бы профукали от стопроцентно но я постараюсь поменьше так сказать свой провал но у меня реально просто день даже не было все дело содержать типа я и так в принципе был в полной жопе да это вакханалия конечно безусловно да я получил левел я счастлив но разве левел мне хоть что-то даст на самом-то деле вот верблюжек бы всех этих побить но кажется скорее не меня здесь побьют если быть честным они прям очень назойливая со своей этой фигней открывайся давай пишите как-то бить должен до верблюжа то прям на стороны шуписи снова постричи они делают просто тыкают и тыкают и тыкают и тыкают и тыкают верблюдов от лишить что ли на блин попасть нужно именно в голову учитывая количество моих болтов да не бред ну посмотри сколько кавалерии у них осталось я даже довернуть не могу так чтобы что-то им сделать у меня еще так хопа немножко черной магии и я смог свалить автобой постараться избежать не хватает людей то есть можно смотреть за битвой или сделать все же автобой или сдастся сдаваться я не собираюсь но я профукал да довольно таки сильно я ошибся и просрал свою армию денег у меня нету хотя должен платить по 700 а кстати да немножечко уменьшилась это радует да теперь мне еще и верчики сидеть без денег без нифига нет этот мне сильно нужна была война безусловно но сейчас это херовейший просто момент для войны только закадрил даму уже все вот мог мог пойти договориться но пока я искал этого сраного году на да у меня закончились деньги и я просрал свою армию надо было наверно пойти кого-нибудь разграбить или скалодогом двигаться не знаем хоть что-нибудь но не вот это вот я забежал к себе в замок собрал своих мощных солдат и решил немножечко погонять вражеских лордов потому что мне было довольно таки больно то есть я платил за гарнизон которым по сути не пользовался я сейчас равно чтобы никто не атакует а мне нужна армия чтобы бить вражеских лордов и как бы на этом зарабатывать как бы хоть что-то поэтому я решил вот забрать этих ребят и использовать естественно в своих целях только вот получается что-то довольно таки средненько ну то есть мы слишком мало людей убили до подступа к нашей армии поэтому я говорю что средненько то есть видите потасовка намечается не слабая какие-то псы бьют если честно новобранец но смешной конечно парень смешной до части наших арбалетчиков тоже эти новобранцы добрались что довольно таки печально но в принципе мы победили победа есть победа по сути своей так вот это вот товарища бы забить эти их товарищи даже тогда один из них лорд и двое обычных кавалериста они реально могут шуму наделать принципе уже наделали то есть я потерял 12 человек между прочим а моя армия не настолько большая чтобы терять по 12 человек в одной потасовки эти ребята прям делают грязь я бы сказал она этого и так забьют без меня вот где кавалерист пёс бы его знал так ладно а так мы теряли еще из-за лучников я их не заметил мой арбалетчиков ну вы поняли дальнобойных пацанов из-за них я еще терял солдафонов оказывается не удачно так а где наш противник кого здесь мини карты мне почему-то не показывает к сожалению ну ладно кого-то потеряли мы с вами 9 набранцев в основном новобранцев хорошо возьмем себе пленницу почему бы и нет плюс пополнение из бандитов хоть что-то на самом деле сейчас мне каждый солдат важен тем более таким ребятам много платить не придется это хорошо в отличие от вот этих вот товарищей так 47 пленных мне помещается немножко поменьше поэтому будем выборочно брать и в ближайшем городе мы их с вами сдадим ну потому что деньги есть деньги а мне они сейчас жизненно нет так у меня из-за провианта дичайшее превышение давайте-ка здесь что-нибудь продадим по возможности вот это все конечно не идеально продавать но давайте продадим хотя бы чуточку зерна но весит гораздо больше на самом деле чем все остальное непонятно почему зерно весит больше нескольких мечей и все такое но это если честно мелочи так саргат мы с вами значит отправляемся наверное лордика этого мы тоже с вами продадим я обычно их ложу себе в замок но в текущей ситуации лучше все-таки их продать за сколько лордик то уйдет у нас 2 200 и 300 монет за остальных довольно таки плачевно но у нас уже какие-то деньги появляются к существованию кстати я совсем забыл про свою жену ну типа реально сейчас нет нет мне средств чтобы на нее тратиться и заводить ее себе но надо будет этим заняться на самом деле и на время пожалуй кинуть ее как губернатора к себе замок ну пусть побыстрее будет строительство и так далее управление если не память не изменяет у нее довольно таки неплохое давайте-ка посмотрим так вот здесь у нас стоп я вроде тех был году а где свана так свана отец в браке ты чё падла они издеваются надо мной что ли я уговорил мы договорились все было отлично ее у меня увели просто-напросто у вели то есть я тупо не успел это такое фиаско я уже был думал все свана будет все по кайфу нет такую конфетку у меня увели с отличным правлением и так далее ну вот это поворот господа такого я честно вообще не ожидал кстати протестировал немножечко я игру за бандита хотел это сделать вчера на стриме но те пара человек что там было видели как я облажался то есть прошло три минуты и у меня интернет отвалился сегодня вызову мастера что все это починили постараюсь сегодня вечерком стрим заново запустить чтобы это все дело протестить уже в лаве полноценно потому что я поиграл все 10 минут нифига не понятно и караванщика я вообще не тестил только на за бандита играл и как бы потенциал у бандита довольно таки хорош хотя механика максимально кривая и сырая в данный момент то есть это буквально фрилансер который был в момент релиза игры ну в этом диапазоне то есть очень очень слабо все и нереализовано то есть экипировка у тебя своя типа до войска ты ну задумка в том что ты можешь войска и спутников своих изначально и так и есть это еще по ходу дела может добирать людей но уже исключительно из бандитов естественно но прикол в том что ты вообще никем не управляешь то есть не действует самостоятельно но в принципе здесь механика как из обычной фигней то бишь если у по 1 вот если тебя допустим убивают то все довольно таки плачевно для себя заканчивается так замок невьянцы отбивает опа лорды 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 если это час свалит подальше можно будет помочь на самом деле чё здесь вообще 180 у нет спасибо но то если бы этот свалил я помог бы думаю них здесь много бандитов ой бандитов этих новобранцев но не так уж и много на самом деле не так уж и много типа нас будет 70 их будет 100 сил и будут равны нет если мне этот лорд помог на сотню которые бомжары этот долбаный а он убегает ингальстер превосходит силы братану ты же со мной ты же со мной пойдем завалим но нет страдает фигней ладно давайте сдавайте или умрите так мой замок там просто отбили поэтому смысла до ломиться я особого не вижу лучше вместо этого лордиков немножечко попинать так здесь еще эти есть что ли как они называются елки-палки пирожане он типа ладно это моя проблема пусть вздыхают немножко по отвлекают противников не так даже лучше будет так поставим до вас вот сюда куда-нибудь думаю будет эффективно но союзничков да вот так поставим не сказать что это очень умная расстановка для обычных пацанов но для пеших но так они хотят мешать не буду до четыре человека у него здесь ополчением сила мощь испании еще подчинялись они реально были бы полезными ну то есть сейчас конечно ополчение здесь мизерное но обычно она бывает человек до 40 до 50 это весьма полезно сейчас мусор просто мусор так вас одинокий кавалерист хочется мне его забить зараза ускакал суть ополчения там долго живет как мне кажется мне обычно вздыхают на этих моментах отчитаю живут 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 чё это не такие дерзкие мне по он влетел мы пехоту или моих лучников а не знаю кто там влетел в том что этот воландийский чемпион помер это самое главное так реально чё там с ополчением он не конец наконец-то его забили но как бы именно из этого долбаного ополчения ко мне не шли именно в этом суть чтобы не подошли потом них прищучил и они убежали так человек 9 стрелков всего лишь то бишь вообще не серьезно как по мне они еще и стоят в обороне не понимаю ребятки нас больше вы там защищаетесь а ну вот наверно поэтому они не перлюсь сюда корили так да встать то даже не знаю сюда может вот сюда немножко на холмике вот так вот встанем и кайфово будет а пешек вот сюда поставим и нормально а сам я за деревцем стану пока не тут топают но чтобы мне самому не подставлять свою задницу хотя можно в принципе выглядывать очень тактично конечно же постреливать и отходить ладно тактичности всегда было не про меня но попытка ведь не пытка так ведь проводились у них я не попадаю но ладно уже мелочи зато если они вылезут и я им отомчу так стрелки отлично добежали так давайте-ка мы с вами начнем экшон немножко поиздеваемся с стрелками чтобы они отвлеклись на меня они на моих бойцов но и боекомплексы потратили вместо этого эти паскудники убегают когда в них начали настреливать как же встретить врага лицом к лицу вести себя как мужчина и все такое нет мячик кавалерист в задницу не покарал было бы крайне крайне неприятно уж поверьте мне ладно где этот днеприводный паскудник покажем ему оу-у-у-у-у чё ну ребят ребят нормально же общаюсь чё начинаете так кавалерист иди-ка ты сюда да что такое магистр уклонение от моего арбалета иди сюда вот и все я закончил твои страдания эти дальнобойные ублюдки продолжают меня настреливать по мере возможности печально но и фиг с ними так стрелки там как себя ведут хорошо надеюсь о да очень смачно отстреливают противника на практик ватчей то они такие детские у стрелки на меня еще не забили болты и мои вот это неудачно вот это неудачно чуть не откинул копытая сейчас но в случае какой-нибудь угрозы я бы реальных откинул поэтому и неприятно было бы так вот тип по заднице так меня вроде никто не метит это хорошо хотя тот товарищ пытался попытка конечно была неудачная но тем не менее попытка защитного ул прям над головы да это жестко далее везучий ублюдок все же они в кавалерист остался йог на бабай я думаю что все же ради убегут чего не сдаются а вот теперь по кайфу я чуть никого не потерял кайфовенько еще и лорда забахали и 20 бойцов некоторые из которых довольно таки неплохие на самом деле но на воронцов конечно брать не буду нафиг они не сдались а вот всяких товарищей для продажи я пожалуй возьму почему бы и нет лично ну дела начинают потихонечку налаживаться куча хлама который нужно продать лордики дамочки и все вот это вот отлично деньжата уже появляются хотя за жену очень обидно придется искать новую и уже приходить искать с приданным чтобы ее снова не охмурил какой-нибудь черт из империи ладно что же дамы господа на этом с вами закончим здесь вам понравилось с вами был кит и всем пока